Всем бонжур! Меня зовут Полина, с вами Читалочка, и сегодня у нас с вами своеобразный выпуск прочитанного. Если вы заметили, а вы наверняка заметили, выпуски прочитанного перестали выходить в конце каждого месяца, как это было практически на протяжении трех лет. Все это связано с тем, что я провела своеобразную реконструкцию канала, реконструкцию своей личности в том числе, но однако же у меня собираются определенные стопки книг, про которые мне хочется вам рассказать, а молчать о них я просто не имею права, поэтому не будем затягивать и скорее начнем. Первая книга, о которой я хочу вам рассказать, это Мартин Кэмп и его «Жизнь с Леонардом». Так она и называется, «Моя жизнь с Леонардом». Вообще, что касается Леонардо да Винчи, в этом году мы отметили юбилей со дня его рождения, и знаете, я не перестаю удивляться тому, как четко работает история, как четко работают те люди, которые изучают жизни, творческий путь людей, которые жили очень давно. Очень и очень давно. Мартин Кэмп — это не исключение. Вообще-то он как бы признанный Леонардо Ветт, можно сказать так, исследователь жизни и творчества великого изобретателя и художника. Почему мне интересен Леонардо да Винчи? Во-первых, потому что это, конечно, своеобразный человек для своей эпохи. Эпоха Возрождения для меня всегда ассоциировалась и, пожалуй, будет ассоциироваться с Леонардо как с, пожалуй, наиболее масштабным умом не только своей эпохи, не только своего времени, но и в целом человечества. Даже сегодня многие люди и те, кого я уважаю особенно, говорят о том, что если бы у них была возможность пообщаться с человеком, который давным-давно умер, называют имя Леонардо да Винчи. Сейчас я говорю, конечно же, про Владимира Познера. И не могу не отметить, что вообще-то на книжной ярмарке на Красной площади по предварительным данным на главной сцене Владимир Владимирович будет держать свое слово. Но вернем все книги. «Моя жизнь с Леонардо». Поначалу эта книга напоминает своеобразный блог. Да-да, не удивляйтесь. Марти Кемп в достаточно свободной, очень легкой форме доносит нам именно суть своих взаимоотношений с художником и изобретателем. Рассказывает, как так вообще вышло, что его жизнь оказалась связана с Леонардо да Винчи, как он впервые посетил Италию, еще будучи студентом, абсолютно не отдавая себе отчет в том, что именно с Леонардо да Винчи будет связана вся его жизнь. И знаете, такие книги вдохновляют. Они вдохновляют не только на какие-то собственные исследования тех людей, которые вам так или иначе симпатичны, которым вы так или иначе привязаны сквозь века, года, десятилетия, но она еще и вдохновляет задуматься о том, что знания можно получать постоянно. Их можно получать даже тогда, когда вы не задумываетесь о том, что вы вот прямо сейчас сядете и будете учиться. Эта книга хороша тем, что, пожалуй, Мартин Кемп как-то уважительно относится к тем людям, которые также разделяют его любовь к Леонардо да Винчи. Он их не ревнует, ссылается на определенные работы, связанные с Леонардо. Кстати, еще есть сейчас у меня аудиокнига по жизни Леонардо да Винчи, которую я слушаю, и тоже не перестаю удивляться, как же так получается, что спустя столько веков все равно мы обнаруживаем что-то новое про этого художника. И вот в данной книге, знаете, что меня больше всего покорило? Меня покорили инфракрасные анализы его работ. Я надеюсь, кстати, что вы мне сумеете помочь. Я помню, лет, наверное, 10 назад я видела какой-то документальный фильм по BBC, который был посвящен картине Леонардо да Винчи, которую, наконец-таки, нашли. И я не могу найти этот фильм сейчас. Вот я облазила все, я пересмотрела все возможные, все доступные документальные фильмы про Леонардо, но так и не могу найти эту самую документалку. Так вот, я вам рекомендую ее, потому что, если вы даже не интересуетесь искусством, если вам не интересна история искусства, вам может быть интересно именно вдохновиться и работой Мартина Кэмпа, и, в принципе, его глазогорением на тему исследования жизни и творчества Леонардо да Винчи. Также я сразу вам подчеркну, что это издательство «Слово», а у издательства «Слово» скоро выходит четвертый товарищ. Я его уже жду. Очень надеюсь, что в ближайшее время расскажу вам про эту книжку в том числе. И не могу не подчеркнуть, что в данном издании, как обычно, у нас потрясающая бумага. Она очень плотная, она очень, как сказать, немаркая, да, это не какие-то там газетные листочки, и в этом, конечно же, большой плюс и издателя. И нельзя не подчеркнуть, что именно благодаря выбору качественных материалов на издание все иллюстрации, все изображения, все фотографии выглядят, конечно, так, как будто вот вы их держите в своих собственных руках, либо видите воочию какие-нибудь схемы или изобретения Леонардо да Винчи. Также сразу расскажу вам и про другую книгу от издательства «Слово». Это роман с карандашом. Не путайте с романом с кокаином. Александр Окунь. Кто такой Александр Окунь вообще? Это советский израильский художник. Вы можете его знать по сотрудничеству с Игорем Губерманом, который очень популярен в нашей стране, особенно его стихотворение. И знаете, почему я вообще заинтересовалась этой книгой? Не потому, что мне нужен самоучитель по художественным каким-то искусствам. Я хоть и рисую иногда, но, конечно, не претендую на лавры Покрас Лампаса или того же Леонардо да Винчи. Нет, нет. Мне сказали, и это подтвердилось, что эта книга получилась больше учебником по истории искусств. И знаете, черт подери, так оно и было. Александр Окунь пишет невероятно легко. Знаете, вот ощущение, как будто вы с ним просто находитесь в одной комнате, возможно, в лектории в каком-нибудь маленьком, и слушаете его изыскания, его рассуждения. При этом он иногда, нельзя сказать, скатывается до юмора. Он иногда использует какие-нибудь юморески в своей речи, в своем тексте. И это, безусловно, подкупает. Параллельно с этим мы как бы встречаем статьи... Не статьи, главы, которые рассказывают нам о художественном искусстве, которые будут полезны тем людям, которые, возможно, сейчас учатся. На художников, на дизайнеров. И при этом данный самоучитель как бы сочетает в себе и практику, и теорию. Теорию, непосредственно связанную с историей искусства, с какими-то определенными картинами, и практическая часть, которую можно использовать на занятиях, например, да, или когда вы рисуете. Книжка, помимо всего прочего, видите, она как бы удобного формата, ее можно просто засунуть в сумку, и все будет здорово. И я опять-таки, я не могу оставить это без внимания. Посмотрите, как оформлены странички. Мне кажется, это просто магия деталей. Я не знаю, сразу вам скажу, что нет, вот эти вот желтые полосы на страницах романа с карандашом, они нисколько не отвлекают. Они даже, я бы сказала, наоборот, поддерживают ваше внимание, потому что желтый цвет, он заставляет вас быть более внимательным, более активным, и, по сути, являясь своеобразным раздражителем, желтый цвет все равно не заставляет ваши глаза краснеть. Он реагирует все-таки в первую очередь на внимание, потому что здесь выбран хоть и яркий оттенок, но эти полосочки настолько тоненькие, настолько вас хватают и впечатляют, что я просто не могу вам не рекомендовать эту книгу, если вы так или иначе тоже интересуетесь искусством, как и я. На самом деле, достаточно поверхностно, но все-таки, раз есть интерес, надо этот интерес поддерживать и себя иногда радовать. И тем более, если вы начинающий художник, даже если вы уже мастодонт, у которого есть дипломы, который, возможно, уже продает свои картины, все равно учиться никогда не поздно, обратите внимание на эту историю. Следующая книга Андрея Ствацитуров, и его не кормите и не трогайте. По сути, эта работа Андрея продолжает его предыдущие романы, которые рассказывают нам про городского невротика учителя литературы. Это у нас была «Осень в карманах», «Люди в голом» и «Скунс камера». В принципе, если читать «Пеликанов», уже не вдаваясь в подробности предыдущих книг, она выглядит достаточно самостоятельно. Это, конечно же, большой плюс. Вам не нужно читать остальные книги, вам не нужно задаваться вопросом, а в каком же порядке их читать. Нет. «Пеликанов» можно читать как абсолютно отдельное произведение. Книга «Своеобразный детектив» рассказывает нам про то, как главного героя подрывают и вызывают в Лондон, вызывает его в Лондон его роковая красавица. И далее мы наблюдаем своеобразную детективную завязку. Читать это все, безусловно, интересно, но я не могу не сказать вам, и мне немножко стыдно, но все-таки Андреас Твацитуров как писатель мне не очень близок, просто потому что я люблю несколько иные книги. Как критик, как лектор он мне все-таки более близок, наверное. Но при этом «Не кормите, не трогайте пеликанов» я могу отметить как одну из лучших книг 2019 года в художественной и современной прозе, потому что в ней есть определенный шарм. В ней есть определенный шарм, который, безусловно, нужно рассмотреть. Главный наш герой — это, как я уже сказала, литератор. И знаете, он неудачник. Давайте говорить, называть вещи своими именами. Он неудачник, и он так сильно выбивается из этого образа главного героя, супергероя, которым все обязательно должны восхищаться. И именно этим меня подкупает вся эта линейка Твацитурова про своего персонажа. Наверное, просто эту книжку нужно изучать для сравнения, чтобы увидеть другого героя, который также может являться главным, который не будет говорить вам о том, что вы должны просто горы сдвигать, чтобы стать тем, кем вам хочется быть. А просто можно быть собой и при этом получать от жизни удовольствие, можно и так сказать. Так, давайте-ка, наверное, про комиксы. Эти комиксы я обнаружила, когда разгребала все свои книжки и поняла, что, по-моему, я вам забыла про них рассказать. Просто прочитала и забыла про них рассказать. Начну я с графической истории Лиды Лариной, которая называется «Лаконично Коля». Все действие истории происходит на фоне дома, девятиэтажки, если я не ошибаюсь. В общем, типичного многоквартирного дома, в котором есть Коля. Коля алкоголик, который не разговаривает. Мы видим, как другие его соседи относятся к нему, мы как-то сами пытаемся выстроить отношение к этому персонажу. Но концовка меняет все. Концовка меняет все и заставляет в очередной раз задуматься о том, что не судите о людях, если вы их не знаете. История очень трогательная, безумно трогательная. Еще не могу не подчеркнуть, что сам графический стиль Лиды Лариной просто подкупает. По крайней мере, меня подкупил. Он очень своеобразный. Он категорически нетипичный. И я бы настоятельно рекомендовала эту историю вообще прочитать каждому. Ровно как и Коленки, про которые я вам рассказывала, кажется, в начале этого года. Тоже замечательный комикс. И вот Коля... Просто... Это очень хорошо. Ни за что его никому не отдам. Конфедерации большое спасибо за то, что издают те истории, которые, опять-таки, очень сильно отличаются от привычной большинству супергероики в комиксах. И которые подчеркивают нам определенные вещи, которые имеют полное право на существование в нашем мире. И именно на определенном пьедестале, пожалуй, этого мира они должны существовать. Я немножко посерьезнела, когда говорила вам про Колю, потому что это действительно... Это важная история. Я настоятельно, правда, вам рекомендую. Еще один комикс «Художник». И тут уже нельзя сохранять серьезные щи, потому что Анна Хайфиш нарисовала историю, пожалуй, каждого художника. По крайней мере, если судить по интернету, то все художники примерно таковы и есть. Несколько сумасшедшие, своеобразные, себе на уме. Тут же он еще и нарисован у нас в абсолютно сумасшедшем стиле. История милашная, содержит ненормативную лексику, но я, пожалуй, полагаю, что вряд ли вы будете дарить подобный комикс человеку, которому меньше 18 лет, а 17-16, ну, как бы, уместно. Если вы художник, если у вас есть друг-художник, который нуждается в своеобразном пинке под зад, которому необходимо, быть может, взглянуть на себя со стороны, обратите внимание на художника. И еще одна милота — это Клава. Клава и ее последняя жизнь. Знаете, я очень давно не видела настолько милашных историй про девочек. Евгения Кундозерова и Игорь Лисовский, вам большое спасибо. Это черно-белая история, да, она тоже нарисована в своеобразном стиле. Я не могу не сказать, что большинство сегодняшних комиксистов используют какие-то невероятные собственные разработанные стили. Мне очень нравится, что никто не повторяется, и это потрясающе, опять-таки, осознавать, что мы с вами живем в мире, где столько талантливых людей. Итак, Клава. Клава — очень своеобразная девушка, несколько хамоватая, которая любит компьютерные игры. И, знаете, я даже вам спойлерить не хочу. В общем, в ее жизни случается нечто, случается нечто в духе, конечно же, фильмов. Я бы, кстати, с удовольствием посмотрела экранизацию Клавы и ее последней жизни, но, не знаю, вряд ли, наверное, это произойдет в ближайшее время. Комикс читала давно, но точно помню свои очень теплые эмоции по отношению к Клаве, очень легкое, наверное, отношение к юмору, который также присутствует в этом комиксе. Поэтому, снова-таки, вам рекомендую. Вообще, если вы задаетесь вопросом, до сих пор еще почему-то задаетесь вопросом, что комиксы — это, наверное, только для детей... Нет. Нет. Перестаньте так думать. Загадка Толстоевского. Моя головная боль. Пьер Бояр. Я, вообще-то, надеялась, что это будет очень интересное филологическое и психологическое, в том числе, изыскание на взаимосвязи схожих моментов между Федором Михайловичем и Львом Николаевичем, но, к сожалению, все оказалось совершенно не так. Итак, французский филолог и психоаналитик Пьер Бояр пытается заставить нас, читателей, поверить в то, что Лев Николаевич и Федор Михайлович — это одно. Это две грани одной личности, то бишь, по сути дела, у нас был некий Толстоевский, у которого было раздвоение личности. Я не знаю, я, наверное, правда слишком люблю Достоевского и Федора Михайловича, и поэтому мне было местами даже противно читать историю. И это сопротивление начинается в моем сознании уже с первых страниц, когда автор дает нам сводную биографию, перемешав факты из жизни Льва Николаевича, Достоевского. Все это вот так вот в блендере поширудили, выкинули на читателя и сказали, это моя авторская концепция, направленная на изучение раздвоения личности, т.д. и т.п. Да, конечно, в книге присутствуют именно филологические и психоаналитические анализы, простите меня за своеобразную тавтологию, определенных произведений, определенных моментов из книг и первого, и второго. Первый для меня, естественно, Федор Михайлович, как вы знаете, из двух зол я выбираю его. Но я не могла вообще ее читать, у меня болела голова, у меня болел моржечок, потому что я думала, ну как так, ну что ты несешь? То есть автор на полном серьезе как будто бы пытается нас заставить поверить в то, что эти два писателя были одной личностью. Я бы очень хотела почитать мнение каких-нибудь мастодонтов наших филологических, направленных на вот это вот, потому что, конечно, у русских людей, и это сейчас опять-таки не подчеркивание эксклюзивности какой-то нашей страны, нет, хватит это придумывать. Подвох в том, что у нас все равно свой менталитет, и каждая нация относится к своим писателям, к своим вот этим вот трём китам, трём слонам, на которых держится наше филологическое я, наш менталитет отчасти в том числе. Мы относимся к Достоевскому, к Пушкину, к Толстому даже в том числе, и к когорте других писателей и поэтов очень трепетно. Я из такого, наверное, числа, я не знаю, как бы я относилась к этим писателям, будь я француженкой или родись я в Англии, в общем, имей я другой менталитет, имей я другую основу воспитания. Но так вышло, что я очень трепетно к ним отношусь, поэтому мне было абсолютно непонятно, что ты, Пьер Бояр, творишь. Так нельзя, остановись, просто дай мне интересный анализ разных писателей, Достоевского и Толстого, сведя затем воедино какие-то определенные черты. Но у Пьера Бояра стояла другая задача, я отдаю себе в этом отчёт. Он всё-таки относился к этим личностям именно с точки зрения своей темы, которая его интересует, а именно раздвоение личности, того, как это якобы проявлялось в работах Толстоевского. Мне даже вот прям трясёт, когда я говорю Толстоевский, потому что, блин, нет, нельзя так, нельзя. В общем, вот её я вам, наверное, не буду рекомендовать, хотя, безусловно, каждый из вас волен выбирать те книги, которые хочет. Всё-таки все мои индивидуальности, моё мнение не является какой-то истиной в последней инстанции. Просто рассказываю вам о том, что загадка Толстоевского меня не впечатлила нисколько, даже несколько разбесила. Но, однако, я не исключаю того, что где-то там спустя, может быть, три года я снова наткнусь на эту книгу, решу её перечитать и, возможно, взгляну на неё по-другому. Но пока, к сожалению, это не так и пока, увы, как-то так. На этом у меня всё. Я надеюсь, вы рады, что рубрика прочитанного вернулась хотя бы в таком виде. Она не будет регулярной, она будет появляться рандомно, но отказаться от неё полностью, как выяснилось, просто невозможно. Не буду просить вас подписываться на канал, лучше смотрите те видео, которые вы ещё не смотрели, ну и будем с вами дальше читать вместе.